Тренер, инструктор, чемпион Европы по классическому бодибилдингу 2010 года Михаил Фадеев. Ну ничего страшного, у меня, конечно, не настолько насыщенная жизнь, как у всех была. Детство у меня не было вообще. Когда где-то в 6 или в 5 лет пошел фильм Арнольд Шварценеггер, как это он там, Киркулес назывался. Это был для меня просто нечто, такой эталон мужской красоты и грации. Это настолько меня задело. Я на чердаке нашел свою первую кантельную, где-то такую всю ржавую, непонятно какую. Вот. И начал просто откуда-то свыше делать какие-то неимоверные упражнения. Как будто у меня они были уже где-то глубоко в подсознании. Лепил просто от себя чину такую неимоверную. Вот. Лепил где-то с 6, ну в 5-6 лет я начал заниматься. Да. Вот. Мне потом выточили на Тверском вагонзаводе две такие красивейшие вороненые гантели. Я прочитал залпом три тома Арнольда Шварценеггера. Там даже уже не помню, как они называются. Вот. И потихонечку, потихонечку стал стремиться, стал смотреть. Начал красоваться в зеркале. Детства так и не было, в принципе. Вот. Да. Мне со сверстниками было всегда как-то неинтересно. У нас не было общих каких-то интересов. Меня всегда тянуло более к взрослому поколению. Там 40 лет, 50 лет. Мне с ним было всегда интересно пообщаться, перенять их опыт жизненный. Как-то замотивироваться. Вот. На тренировке. Потом со временем меня заметил один человечек. Как его стали потом называть мой второй крестный папа. Вот. Густав Александр Николаевич. Вот. Это мой стал непосредственный гуру. Который меня направил в спорт. Дал первый, самый основной залп по технике выполнения, по диетологии, по всем распорядку дня, рациону. Вот. Да. Это одни из первых там тренировок. Десять лет провел в полуподвальном зале. В таком просто... Где вот, в принципе, самый основной был костяк. Это полузакрытый зал. Один тренерский состав. Чемпионат России. Вот. И около 70 человек я просто курирую. Там и онлайн курирую, и по диетологии. То есть пишут, звонят, говорят, вот, все, встали, потолок, не знаем, что делать. Как жить дальше? Что делать? Вот. Садишься, заводишь большую кипу на человека, все расписываешь. И неделями сидишь, думаешь, где уперся, где потолок. Че, как, мотивация падает, мотивация на нуле. Все, начинаем собирать консилиум. Всем пендали раздал. Все. Разобрались. Все. Люди пошли дальше работать. Вроде как так-так и пошел. Вот. Что когда заставляло? Сам не знаю. Вот просто дождь, град, там потоп. Все. Все. У тебя расписание по тренировкам. Тебе нужно идти. Несмотря никуда. Даже вот тут на той неделе сильный подвывик голеностопа был. Но понедельник, тренировка. Кое-как запинтовались, пришли. Тренировка должна быть. Никуда не денешься. Вот так. Так, в принципе, все до сегодняшнего дня, до 29 лет, каждый день стабильно, по 4-5 раз в неделю на тренировках. Даже эту путевку подгадал, чтобы было 2 недели отдыха стабильно всегда после каждых циклов, тренировочных процессов, положено 2 недели дать организму от всего отдохнуть. А питание от распорядка дня, от рациона, просто, да, в лед пустить организм. У нас же вовсе тяжкие. Да, все, можно. Так что вот так вот. Может, вопросы какие есть? Да, ваш продукт мне, Анна, тоже, сколько, полгода назад дала попробовать. Вот. Что я ощущаю на себе, это мне, в первую очередь, что понравилось, продукт с низким гликемическим индексом. То есть, сахар у меня не скачет. Очень важно, чтобы был низкий гликемический индекс, потому что ем я много, ем я 10 раз в день. Вот. Через каждые 2 часа у меня стабильно расписано. И коктейль я пил до тренировки за 15 минут, чтобы метаболизм поднять на высокий уровень, килокалорийность вывести, чтобы на тренировке чем-то, на чем-то работать. И после тренировки я пил для, как бы, для восстановительного процесса, чтобы восстановить мышечную массу и метаболизм держался на высоком уровне. Чтобы процессы катаболизма, которые во время тренировки у нас развиваются, не сжирал мышечную массу, а работал на жировой. Вот. И попробовал витаминно-минеральный комплекс. Я его принимал в пакетику именно после завтрака. У меня в основном витамины минеральные были после завтрака. Вот. Значит, у меня ускорился метаболизм. Сейчас объясню, что у меня, как бы, весь распорядок дня, у меня все зависело. То есть по килокалорийности, по рациону, по диетологии, сколько конкретных килокалорий мне нужно в день, в какое время года, в какое время суток и в какое время вечернее, ночное. Вот. Это все строится по диаграммам, в графиках, в таблицах, а потом вот смотрится и сверяется, какие изменения, какие приросты мышечной массы, какие изменения в теле. Вот. Мы как архитекторы своего тела, мы, что мне больше в этом спорте нравилось, мы всегда подтачиваем, смотрим себя. Здесь надо убрать, здесь прибавить, чтобы как скульпторы появят свою афродиту, так и мы, и из себя, и своих подопечных. Вот. И мне понравилось то, что у меня сократился период восстановления. У меня на сон стало уходить меньше времени, 6-7 часов мне стало хватать высыпаться. То есть это значит ферментативный витаминно-минеральный уровень приходит в норму. То есть и организм затрачивает меньше энергии. Вот. И что мне понравилось, хорошая концентрация омега-3. Омега-3 для спортсмена очень важна и при наборе мышечной массы, и для сжигания подкожного жира. Вот. И также укрепление сердечно-сосудистой системы. У спортсменов сосуды должны быть как трубы. И капиллярная сетка тоже изветвленная, потому что без этого он сдохнет на тренировке. Так что вот так. Конечно. Что Вы посоветствуете? Вот у меня, например, при нормальном индексе массы тела избыток жировой массы. Какой? Конкретно. Вот что посоветствуете? Значит, нужно посмотреть, сколько мы потребляем. Есть такие формулы, существует количество затрачиваемых энергий, количество потребляемых. Чтобы КПД затрачиваемых был несколько выше, чем потребляемых. Нужно посчитать, сколько мы килокалорий потребляем, а сколько мы затрачиваем за обычный день. Это не обязательно, что нужно физические нагрузки вводить, какие-то долмы по мрачению. Нужно посмотреть просто, как мы проводим активно или неактивно весь свой... Активно. Чтобы Вы давали включить физическую активность. Если не трудно, давайте чуть-чуть сменим формат. Если вы хотите... Он их вырабатывает, а потом уже работает на жировой клетчатке организма. То есть, быстрая ходьба, вот, именно со смены интервала. В гору, с горы, прямая пересеченная местность, песочек, асфальт. То есть, наиболее лучше вот эта именно интервальная тренировка влияет на подкожное жиросжигание. Вот. Можно даже переходить в легкий бег трусцой. То есть, нам важно именно не интенсивная тренировка, именно ее интенсивность, а важно время проведения физической, продолжительность тренировки. То есть, она должна еле переходить на бег, вот, легенько. Но без хорошей обуви должна быть амортизирована обязательно, потому что, если плохо подобрана обувь, у нас очень большая нагрузка на позвоночник, постоянно долбит, вот, и нагрузка на головной мозг идет. То есть, должна вот, вот, типа, вот так, зигзигтековский, да, в частности. То есть, вот так вот. Пока для начала. Очень хорошо бассейн. То есть, особенно, когда сколиоз, лордоз, там, небольшой кифозик, вот, бассейн помогает очень хорошо нагрузить мышцы, но без осевой нагрузки на позвоночник. А это как нахождение в невесомости такое. Мышцы работают, а нагрузки на костную систему нет. И что тебе вообще помогает вот двигаться дальше? Потому что вроде уже и чемпион Европы, и уже заслуженный тренер России. И вот эти два вопроса меня, например, всегда очень интересуют. На самом деле, сначала была просто такая дикая самомотивация, потому что никто мне не верил. Отец говорил, у меня не было брату и прадедов, никого, спортсменов вообще. То есть, и на меня так посмотрели, и еще такое, в виска поводили, думаю, какой-то тут у нас ненормальный в семье появился. У меня не было обычно всегда хорошо тренироваться с напарником. Что по первости особенно, он тебя подгоняет, поджопни кидает, ну ты что, сегодня вроде непогода, давай дома останемся. Он должен прийти, тебя как-то растормошить. У меня такого не было, да еще и родители постоянно говорили, да зачем тебе это надо, в старости все объяснят. Вот это вот постоянно. Моему главному тренеру 92 года, вот, он мне еще фору может дать привить. Всего у меня 4 тренера, вот, и они до сих пор остаются моими тренерами. Просто иногда я им что-то подсказываю уже с точки зрения своего опыта. Что-то они мне подсказывают сейчас. Я понимаю, берете у Арифлейм, да? Я беру, да, но не зарегистрированный. А рекомендуете своим подопечным? Да, естественно. Конечно. Пока так. Пока так. Пока так. Я всегда, когда хороший продукт, я всегда советую своих подопечных. Все равно вечернее время или утрешнее? Как лучше? А, лучше всего, когда анаболизм у нас в пике. Вот 3-4 часа. Потому что в 5 часов организм так или иначе все равно готовится ко сну. Я вот всегда был против зарядки, например, в утреннее время. Всегда против был контрастных душей. По утрам кофе, по утрам. То есть я на конференциях постоянно с докладами даже выступал по тему. Это очень сильное возбуждение центральной нервной системы. Особенно по утрам. Я был всегда против этого. Потому что организм еще после пробуждения 2-3 часа еще в такой меланхолии находится. Он постепенно пробуждается. И тоже самое вечерние тренировки. Когда организм уже готовится ко сну, метаболизм замедляется. Все процессы гормональные тоже притупляются. И тут ему такой всплеск дают, когда он просто в шоке. То есть вот с 4 до 6 часов вот это самое оптимальное тренировочное время. Спасибо. Следующий вопрос. Когда принимали коктейль, вы сами в какой-то беру кеды пили? Такой же коктейль пью или специальный коктейль? Нет, у меня дозировочка была посильнее. Я 3 за раз выпивал. Вот, тогда ощущаю. То есть и по объему 3 или просто густота другая? Просто есть люди, которые тоже занимаются так же, как и вы. Интересно, им рекомендации какие-то? Нет, я пил сразу 3, замешивал и выпивал их перед тренировкой. Да, сразу 3 коктейля. 3 порции? Да, да, 3 порции, потому что... А, 3 порции? Вы смотрите, там 100 мл воды, то есть вы брали 300 мл воды? Да, да, 300 мл молока я выпивал и 3 порции. Вот, мне просто по концентрации белка на мою массу сотку, вот, белка самая оптимальная. То есть вот это было до тренировки, а после тренировки? После тренировки одна. Одну все равно? Одну, да. И сколько раз в день? Вот, у меня только в тренировочные дни я пью. То есть 4-5 раз у меня тренировки, зависит от тоже, от разных. То есть у нас осень идет набор силы, зимой идет набор массы, весна сушка, а лето это межсезонье, организм отдыхает. Понятно, так, еще раз, чтобы уточнить, значит, до тренировки, тренировка, допустим, там, в первой половине дня, да, выпиваете тройную? 45 минут выпиваем. Потом окно белковое такое, да, то есть это после тренировки получается одно? Да, сразу в углеводное окно, да, выпиваем сразу еще одну порцию, не позже, чем 45 минут. Нет? Нет, у меня еще два ужина. Ну, коктейль больше не пью? Коктейль больше не пью. То есть вот только так? Да. Спасибо. А где-то есть еще информация, которую можно прочитать на эту тему от вас? То есть личный опыт времени именно в элоне? У нас нет, у нас спортсмены очень такие скромные и даже свои награды я просто Анну попросила сфотографировать, у нас это не принято. Есть тайные комнаты такие у всех спортсменов, они закрываются, их там никто не видит. У нас очень суеверные люди, у нас нельзя награды показывать, через танку переступать. Мы постоянно говорим с ней, чтобы она нас не прижала. Веса очень большие, да, у нас это как водитель с машиной разговаривает, так и мы. Еще один момент. Я знаю, что есть коктейли, которые профессиональные. Есть. Если сравнить профессиональные коктейли, которые для бодибилдеров именно, да, и наш коктейль, преимущество наше, кроме того, что не стыкет химический индекс. Преимущество правильное, правильные пропорции белков, жиров и углеводов. Самое оптимальное соотношение, которое организм может усвоить за один прием. То есть в наших очень сильно завышен, особенно, белок. Там получается аж больше двух граммов белка на килограмм веса. Здесь самое оптимальное соотношение, потому что больше полутора грамма на килограмм веса никогда не усваивалось организмом. И последний вопрос. Насколько я знаю, мне говорили, что профессиональные коктейли, вот я говорю, они невкусные. Это правда? Ну, со времен развития всей фармакологии, вот этой спортивной, очень стали много затачивать под девушек коктейлей. И с земляничными, и с миндальными, и с этими шоколадными, и капучино всякие. Я не сторонник этого, но девчонки вот знают, что принимают, и говорят вкусно. Когда мы начинали заниматься, были только отечественные протеины Атланты и все такие прочие, Iron Man. Я бы их назвал протеины со вкусом резины, потому что как будто башмак жуешь. Это было невыносимо. Ничего не было такого. Мы группу B брали из пивных дрожжей. То есть на пивзавод ездили, нам трехлитровые банки пивных дрожжей наливали, мы вот заменяли витамины B. То есть выходили как могли с аптек и со всеми... Еще один вопрос родился. Ценовая политика, если сравнить профессиональные коктейли и наши. Ну, профессиональные коктейли на порядок дороже. То есть, ну, у них порционность больше, конечно. Они продаются ведрами, потому что спортсмены живут на них. Понятно. Спасибо. Не за что. Данечка, сейчас я дойду до тебя. Я понимаю, что ты гораздо ближе, но тем не менее. Ниша, вот скажи, пожалуйста, если вредно обводить организм кофе, то что ты порекомендуешь? Я порекомендую самое оптимальное. Стакан, если нет высокой кислотности кишечника, стакан воды с долькой лимона. Он пробуждает организм намного лучше. И во время завтрака лишние углеводы, особенно быстрые, они не усваиваются под действием лимона. Всегда, кто худеет, они добавляют омегу-3, клетчатку и перед каждым приемом стакан воды с долькой лимона. Она уже имеет какой-то объем в желудке, мы много не съедим. И плюс лимон не дает усваиваться быстрым углеводом. А комнатная температура? Это не горячая? Ну, как правило, говорили, что рекомендуют пить холодную воду на тренировке. То, что организм затрачивает лишнюю энергию для сокревания этой воды. Но это очень ничтожно, на самом деле. За это не надо цепляться и себя там заливать в холодную воду. Комфортную комнатную температуру кипяченой воды. Хорошо, а если бы у нас будет организм нормально? Это да, это хорошо. Спасибо. Перед завтраком. Итак, друзья, еще, пожалуйста, вопросы есть два пока. Я думаю, что появятся еще. Михаил, скажите, пожалуйста, какие пендали вы задаете своим девушкам, если они вообще не мотивированы? На нуле мотивация. Чем я ставлю? Пендали какие-то, если нет мотивации. Ну, здесь главное постепенно. Потому что, чтобы чего-то достичь в любом виде, нужно постоянно выходить из зоны своей комфортности. Если мы сидим в зоне своей комфортности, нам хорошо, мы в своем болоте, нам тепло, нас не трогайте, мы вас не будем трогать. То есть постепенно начинаешь вклиниваться в ее внутренний мир. Можно чуть-чуть ущипнуть, там, съязвить можно маленечко. Начинаешь ее ущемлять, чтобы ее немножечко выдвигать из зоны комфортности. И начинаешь вклиниваться в ее окружение, в ее образ жизни. Начинаешь вдавливать то, что нужно что-то менять. Нужно с чем-то пожертвовать, чтобы чего-то достичь. Постоянно нужно вот это мотивировать, потихонечку смотреть, ставить как макро-цели, так и небольшие микро-цели ставить, чтобы ей было достичь этого на своей стадии развития. То есть буквально маленькие цели на недельку, на две, на три. Делаешь ее изометрию всю, замеряешь. И постоянно ей указываешь, вот смотри, идут результаты, идут, идут, идут. Чтобы ее на первых парах замотивировать, заинтересовать как-то этим спортом. И, конечно, нужно с квалифицированным тренером. Потому что если она без тренера, техника не стоит, неправильно все делает. И в результате быстро перегорает. И к спорту, и к себе, и ей уже будет неинтересно. И она затухает. И она уходит из спорта. Вот здесь главное постоянно ее терябить, зажигать. Постоянно ей названивать, что ты ешь, с кем ты спишь, что тебе снится. Постоянно. То есть у меня на каждого человека по такому талмуду я знаю о своих клиентах больше, чем они знают сами о себе. Это постоянно. Как бы особенно сильно большого избытка веса никогда не было. Но возраст уже 40 лет, двое детей. И как бы тонус мышц, не тот, который хотелось бы. Глубная карта годовая куплена без ленивка. Ну вот как бы то идешь, то не идешь. Вот чтобы вы посоветовали, какое количество раз в неделю надо посетить фитнес-зал. И основные упражнения, в первую очередь, для мышц пресса. Неужели годовая карта не мотивирует ходить в зал? Это к нашему, Михаил, к нашему разговору вчера, что если человек заплатил, то он готов выходить. Работает не всегда. Как бы дополнительная мотивация, да? И все-таки есть ли какой-то рецепт? На самом деле, что касается мышц пресса, все как бы неправильно думают, что вот сразу вот у них вот животы, кишечники расшатаны, в результате давят на пресс, на стенку пресса и начинают это распирать по бокам. Вот. И все начинают, значит, первым делом на скамейку, начинают скручивать, поднимают ноги, спина не держит, прогиб, в результате забита вся поясница, все, инвалиды пошли. В данном случае кубики как таковые, вот прямая мышца пресса, они никогда не прокачиваются, укрепляются внутренние стенки пресса, то есть у нас есть внешний слой мышц и внутренний слой мышц, укрепляется всегда внутренний. Даже если в 18-16 лет укрепить внутренний пресс, кишки всегда остаются внутри. Здесь он никогда не выпирать не будет, ни в 40, ни в 50, ни в 60 лет. Вот, укрепляется всегда внутренний корпус, а подкожник сжигается, вот, на внешней прессе, и внешний пресс проявляется. То есть укрепляются мышцы кора. Если интересна тренировка по мышцам кора, я потом покажу. Ничего не нужно, нужно только метр на метр, пол, да, и желание и мотивация. Можно еще коврик. Следующий вопрос, спасибо, и следующий вопрос здесь тоже есть. Сколько раз в неделю тренироваться? Три раза в неделю достаточно. И следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день, Михаил, вы говорили, что кушаете 10 раз в день. Да. Каждый прием пищи это белковая еда? Нет, конечно. А, значит, сначала больше углеводной пищи. С утра? Да, с утра. То есть с утра до обеда идет больше углеводной пищи. Кашки? Естественно. Кому интересно, то есть смешается овсяная каша, добавляется курага, инжир, изюм. То есть вот этот первый завтрак начинается. То есть чтобы запустить все механизмы. Сладости любите вы? Сладости, ну, как и все, тоже люблю. Но любая любовь к продуктам, это та же самая привычка. А привычки можно изменять. То есть можно как к одним продуктам привыкнуть, так и к другим продуктам. Для вас сладости не полезны? Сладости тоже нужны, когда нужен быстрый приток сахара. Скажем, когда суп максимальными весами работает, особенно на соревнованиях, сахар падает в крови, мутит. Или же, когда на допинг-контроле, вот в Калифорнии был допинг-контроль, перелет был очень сложный. Вот. Нельзя было ни кофе, ни сахара, ничего нельзя, потому что пробы крови, если покажут, все снимут в соревновании. Вот. Ну, когда все, допинг-контроль прошли, немножко можно сладенького, шоколадку там горькую. То есть все в меру? Да, все в меру. Везде нужна золотая середина, все, все можно. Сколько раз в день вы мясо кушаете? Мясо, два приема пищи у меня. Но вот особенно по зиме. А, объем порции мне интересует еще больше. А порции у спортсменов меряются стаканами. То есть... Вот, например, кашку утром, ну сколько? Два, два по 250 стакана. Уже готовый продукт. Да, готовый продукт. На молодец. Все продукты, как правило, в стаканах меряются. Но, наверное, такой объем у вас же не сразу, вы начинали, например, кушать в поле, там, в 10 лет. А, все, все расписывается с учетом массы тела. То есть, как варьируется вес. У нас идет масса наборная, мы где-то на 20 килограмм в межсезонье, то есть я 125. Вот, сейчас вот после соревнований, вот буквально месяц назад была Москва, вот, мы сейчас до сотни в категорию, чтобы было 99,8, чтобы была конкуренция, полегче было выступать. Понятно. Ну, еще, наверное, важен режим, да? То есть, вот, чтобы... Режим, да. Особенно у меня часто со сном проблемы были, никак не мог себя заставить четко-четко ложиться. Это звенья одной большой цепочки. Если одно звено где-то пропадает, в результате надо наверстывать в других звеньях. Когда... Какой флейм? Да, когда все цепочки одного звена собраны, и результат идет намного эффективнее, быстрее. Спасибо большое. То, чем вы занимаетесь, работа или хобби? Дело в том, что я вижу, с каким удовольствием он это делает и рассказывает, и здесь трудно говорить о работе. Поэтому я спрашиваю. Наверное, больше всего, конечно, хобби. Потому что, ну, как таковые деньги мы за это не получаем, мы все на альтруизме, на большом. Спорткомитеты не поддерживают этот спорт. Мы только недавно получили, ну, два года назад, аккредитацию этого спорта. Его внесли в реестры олимпийской, теперь он будет в олимпийской виде спорта включен. То есть, в Сочи он уже будет представлен. Да. Вот. Но... Чашка все с нашим спортом. Этот в России бизнес, он неприбыльный, нераскрученный. Если спортсмены в Америке, вот когда мы приезжаем, они на нем живут. Они выступили на соревнованиях, получили определенную сумму денег, и весь год они на этом живут и готовятся к следующим соревнованиям. То есть, профессиональные спортсмены именно так, на нем живут. То есть, мистер Олимпий, вот это все, все высокие. Итак, есть еще вопросы? Есть. О, созрели. Добрый день. Тут. Если я на наборе массы, после тренировки, через какое время я должен принимать пищу? И какую? Смотри, у тебя телосложение ктоморфное. То есть, ты сухенький, тебе тяжело набирается мышечная масса. Мышечное волокно длинное, кость узенькая такая довольно-таки. Тебе в данном случае всегда лучше будет принимать пищу в жидком виде. Максимально то, что можно есть в жидком виде, лучше в жидком виде. Все коктейли, скажем, всегда коктейли. Берем пакетик велнеса, добавляем туда пол банана, пол пачки творога, ложку оливкового масла и ложку меда. Вот такие коктейли, чем ты чаще их будешь принимать, именно в жидком виде. Потому что твердая пища будет пролетать тебя насквозь у ктоморфа. Вот в жидком виде она максимально в тебе будет оставаться и максимально подпитывать мышечную массу. Потому что оливковое масло это все обволакивает и потихонечку, потихонечку добавляет питательные вещества в клетку мышечную. И тебе, значит, за два часа вот такой коктейль надо принять. И сразу же после тренировки. Прямо сразу. Прямо сразу после тренировки. Просто у меня от тренировки до дома час езды, ну полчаса. Это много для тебя. Много. Все с собой брать. Спасибо. Когда у меня был первый чемпионат России, я учился на втором курсе института. Я две спортивные сумки харчей носил, потому что шесть пар это просто невыносимо. И там лекция идет, или что, у тебя прием пищи. Весь рекордом. Раскручиваешь на парте весь все, что у тебя есть. И начинаешь усиленно мять. Есть еще один вопрос. Давайте ли все в курсе. Жидкость на самом деле это очень, в частности вода, не говорим сейчас о никакой другой жидкости, вот именно вода. Это лучше транспортное средство для передачи питательных веществ в клетку. Так как мы большую часть состоим из воды, воды в данном случае масса наборная, что жиросжигание без воды невозможно. Вода основной переносчик жировой клетчатки. Вода расщепляет жировую клетку. Без воды невозможно похудеть. Извините, отдельно вода или вместе с пищей? Конечно, отдельно вода. С пищей мы никогда, ни в коем случае, воду не мешаем. Мы разбавляем желудочный сок. Выпиваем воду мы или до приема пищи, или же после приема пищи минут 20 хотя бы надо подождать. И еще практически покажите нам какие-то упражнения. Чаек, все потом, все потом. Никакого чайку после еды. Михаил, пожалуйста, покажите мне несколько упражнений для определенных групп мышц. Например, в частности, вот, буронщин, трицепсы, чтобы немножко подкачать. Ну, там немножко фрески, ягодички. Сейчас показать. Бедра, пожалуйста. Давайте мы на тренировку. Да, практически давай. Да. Да, спасибо. Значит, вот это что покажем. Вот, и знаете, когда раньше я был нацелен в основном на спортсменов, то есть мы готовили и олимпийцев, и всех чемпионов, вот, то сейчас больше и больше в зал уже приходят за здоровьем. Уже приходится переквалифицироваться. Мне пришлось заканчивать дополнительные курсы и работы с беременными. Ничего не брать сверху, ничего не таскать. Все упражнения выполняются на полу. Вот, я покажу все упражнения. Там ничего такого сложного нет. Ну, сделаем через сколько минут вас, скажи. Прямо сейчас? Не, ну просто, может, там кто-то равно еще есть вина.